МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек на отказ говорил, что на ремонт нужен кредит. Он 3-4 раза менеджеру в процессе оформления кредита это повторял. Потом просто подходил к руководителю офиса, приглашал на беседу. В процессе беседы уже человек раскрывался из-под давления и говорил о том, что у него сотрудники Центробанка на линии, на телефоне. И вот он денежные средства снимает на безопасный счет. По сравнению с прошлым годом, количество случаев мошенничества в Одинцово выросло в два раза с 28 до 61 преступления. Следователи набираются опыта, разрабатывают схемы и алгоритмы раскрытия таких дел. В прошлом году удалось найти только одного из 14 преступников. Теперь находят каждого шестого. Когда звонят с подобной информацией, что нужно в первую очередь сделать, так это положить трубку. И не разговаривать с этими людьми, позвонить в дежурную часть полиции и сообщить о поступившем звонке. Вопреки стереотипам, на удочку мошенников чаще попадаются не бдительные пенсионеры, а уверенные в себе мужчины и женщины 25-40 лет. Председатель общественного совета при окружном управлении МВД заинтересовался обучающей программой банкиров. Людям надо рассказывать о проблеме. Мошенники цинично играют на самых важных для людей струнах. Мы действительно боимся за своих близких. И у нас действительно нет традиции спорить и бороться с представителями властей. Поэтому, когда нам врут от их имени, сопротивляться и сохранять здравый смысл довольно сложно. Но учиться надо. Это единственный способ сберечь свои деньги. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.